От энергетики прошлого века в энергетику будущего в Сургуте появилась особенная линия электропередачи. Две цепи по 5 километров проложены под землей. Объект уникален не только для города, но и всей Югры. Из-за сурового климата энергетики до сих пор не строили линии такого напряжения в нашем регионе. Первыми отважились специалисты компании Россети Тюмень. Какие перспективы этот опыт открывает для развития северных городов, расскажем в сюжете. В отличие от обычной воздушной линии электропередачи, кабельную не увидеть. Она проложена на глубине от 2 до 5 метров. Там под землей напряжение 110 тысяч вольт. Новая линия тянется от сургутской промзоны до центральной одной из самых крупных городских подстанций. На ней запитана пиковая котельная, многочисленные объекты инфраструктуры и несколько микрорайонов с 70-тысячным населением. Теперь все эти потребители не заметят сбоев в энергоснабжении ни при ремонтах, ни при технологических нарушениях. Надежность этого объекта значительно повысилась. При отключении трех линий электропередач 110 кВт нарушения электроснабжения этого объекта не произойдет. На кабельных этих линиях применена система мониторинга. Мы в режиме онлайн сможем следить за состоянием кабельной линии и своевременно совершать какие-то действия, не допускающие аварийных отключений. Цифровая система собирает информацию по встроенному оптоволокну-проводнику и выводит ее на пульт диспетчера. В эпоху цифровой экономики и энергетика должна быть тоже цифровой. Это понимают даже молодые специалисты компании «Россети Тюмень». Мастер сургутского филиала Павел Вараксин приветствует изменения, которые происходят в отрасли на его глазах. Сегодня он обслуживает уже обновленную современную подстанцию. Чтобы эксплуатировать кабельные линии, здесь провели серьезную реконструкцию. Вместе с бригадой Павел участвовал в пусконаладочных работах. Современные решения в энергетике – это огромный плюс для персонала. Во-первых, экономия большая времени, сил. Данные решения помогают повысить надежность энергообъектов, также, соответственно, безопасность для персонала, как и для горожан. Чтобы обслуживать данное оборудование, необходимо постоянно учиться. Но что у нас в энергетике происходит постоянно, я считаю, это хорошо. Кабельная линия 110 кВт в Сургуте – единственная на весь округ. Климатические и геологические особенности территории сильно осложняют прокладку таких сетей. Поэтому опыта их строительства и эксплуатации прежде не было ни у одной энергетической компании региона. Россети Тюмень – первопроходцы. Специалистам пришлось тянуть новую электротрассу в обводненном грунте, а местами и вовсе – под подземными природными водоемами. Работа непростая и затратная, но на кону – развитие целого города. Снимается ряд технических ограничений, которые не позволяют строить объекты вблизи линии электропередач. То есть охранная зона кабельной линии гораздо меньше охранной зоны воздушной линии электропередач в уровне 110 кВт. Это значит, что город Сургут будет дальше развиваться и развиваться достаточно динамично. Я надеюсь, что сетевые компании, работающие в городе Сургуте, учтут опыт Тюмени Энерго и будут также переводить свои воздушные линии постепенно в кабель. Эстетика, безопасность, надежность – требования к энергообъектам сегодня все возрастают. И привычными технологиями в условиях современного города уже не обойтись. Новая кабельная линия Россетей – лишь малая составляющая всего электросетевого хозяйства региона. Но в то же время большой шаг к энергетике будущего. Светлана Славкина, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.